Вот мы все пред тобой, Господи! Их призыв и суров и прост, Мы, играющие словами, долетающие до звезд, Избегающие ошибок, затевающие бои, Мы от первых детских улыбок до последних грехов твоих. И оказалось, что вся грастинизация нашей планеты началась с двух взрывов атерных бомб в 385-м году и в 895-м году. Хорошо, давайте тогда. Вот здесь все как-то здесь. 3, 2 или 10, какая разница? Сейчас мы не по барабанам. А ничего. Вот мне, главное, к чему мы все пришли. Давайте вот сейчас, к чему мы пришли вот сейчас. Вот самое главное, значит, мы стоим сейчас на, как мне кажется, на краю некой пробости. Согласны? Уже в пробости. Опять срыт. Черные дыры. Нас вытягивают в черную дыру. Две было, два было. И опять черная дыра. Вот, и часть людей, как бы, продолжает крутиться в своем и ничего не понимать. А часть людей начинает прозревать и приходить к неким новым знаниям. Я подвожу, да, как бы. Вот, значит, человек, который сидит, как вас зовут? Анатолий Григорьевич. А фамилия? Иванов. Иванов Анатолий Григорьевич. Он пришел к определенным знаниям, да, в библиотеке Ивана Грозного, вот он ее открыл, да, там, как-то смысл жизни у каждого во вселенной. Ну, то есть он в самом себе, внутри, он открыл эту библиотеку внутри себя самого. Я права? Абсолютно. Вот, и все знания, которые вам приходят, это приходят знания изнутри вас, из вашего первого атома, так скажем, к которому вы добрались. Первого начала. Ну, первого атома, первого начала. Значит, получается, что какие бы возрывы ни были, что-то внутри людей осталось, да? Осталось память знаний, память фаэтона, может быть, память всего. Да, и сейчас у одних эта память скрывается, а у других навеки закрывается. Совершенно правильно. Ну, да. Совершенно правильно. Вот, значит, почему-то у нас до сих пор речь идет о фаэтоне, но не говорят, что ушел в ума, это и есть остаток фаэтона. Ну, естественно, да. И вот он болтается вокруг нас, и все, вот, и, значит, все это скрывается, и все это, значит, ведется опять в следующую вот эту катастрофу, которую нам обещают. Значит, дело все в том, что я вам расскажу один случай, который, значит, уже произошел, но никто даже не повел в ум, и ничего не все пошевелили. И Владимир Владимирович передал управление... Кто это такой? Путин. А он какое делал? Он вообще в правильном мире живет. Никакого он в мире не имел, но он имел отношение к управлению ядерным оружием. И он передал это управление ядерным оружием патриарху. Я стал избираться. Да. Кажется, церковь заказала это вот оружие еще, значит, 500 лет назад. И вот в этой библиотеке вот это все написано. Что нам дает это, подождите, что нам дает это сегодня? Это дает нам сегодня то, что если мы не остановим вот эти вот, значит, точки, где они собираются взорвать Москву, где собираются, значит, взорвать всю страну. Да. Так уже все точки разложены. Красноярск, Челябинск, Москва. Ну это конечно. И Москва, чтобы, значит... Вот то, что вы сейчас говорите. Подождите. Для обычного человека звучит, что вы сумасшедший. Конечно. Вот вы говорите, что кто-то, кто собирается взорвать Москву? Я сейчас как журналист работаю. Значит, вот, вот вам, смотри, вот эти два героя, вот два героя. Это вы мне показываете сегодня? Показываю, да? Вот, это два героя. Это вот левый, это все мы... Что там делается на Западе? А правый, дракнохознан. Это вот все. Подождите, подождите. Вот это Буш, а это Путин. Вот двое этих им посвящено, значит, поручено устроить вот это второе пришествие, или все сожжения народа. И, значит, вот эта предыдущая катастрофа, которая Атлантида называется, кладбище находится в Черном море. Вот это все серое драко... Вот можно я вам вопрос? Неужели вы думаете, что сегодня можно с помощью взрыва? Зачем взрывы уничтожать, если сегодня есть другие совершенно методы? Дело в чем... Невидимое причем запустил что-то там, психотрон, оружие... Нет, совершенно не так. Значит, дело все в том, что они, значит, вот это молниеносное уничтожение мыслей, уничтожение человечества сразу в один день, грехи всем. Это крайняя, значит, вот, так сказать, цель, которой стремится вот эта контура. А вот, то есть, а вы что на эту тему делаете? Сейчас я закончу. Так вот, значит, вот, кроме ядерной энергии, есть энергия би-раби. Энергия би-раби. Бог душу дал, и Бог душу взял. А душа, это, оказывается, наша энергия мыслей. И вот эта энергия мыслей, знаете, когда вот человек реанимации там лежал, и вдруг, значит, прозрел, пришел ожив. Вот, значит, в потустороннем мире был. А большинство-то не приходит к себе. И вот эта вся энергия, она выходит в пространство, земное пространство. И эта энергия потом концентрируется в виде шаровых молний. И эти шаровые молнии в силу определенного, значит, вращения, собственного вращения планеты 450 метров в секунду вокруг своей оси, все эти вот эти тела, шаровые молнии, они группируются в одно и делают вот это би-раби, живое солнце природы этого самого человека. Что вы хотите? Я хочу сказать, что вот когда они уничтожат все 7 миллиардов человечества, возьмут вот эту энергию, то им хватает этой энергии на безбедное жилье, значит, на порядка 10 тысяч лет. Подождите, можно вопрос, кто они? Кто они? Скажу. Вот, значит, я только, значит, договорю, значит, порядка 10 тысяч лет. Это вот если бы мы, вот, у вас трое-одинья девушек, вот, и я, четвертый, или вдвоем, пообедали и пошли и за пару часов собрали пирамиду Хеопса. Когда, коснувшись вот этому телу, вот этой би-раби, человек становится неописуемо сильным и делает любую работу только так, как в коробочке играет. Вот. Так вот эта энергия, она является основным двигателем вот этих инологов, по которым они летают во всем земле. Во всей Сибири. Вы говорите об инопланетянах? Да, вот это она и есть. Вот. И, в общем, короче говоря, вот эта крайняя цель вот этой вот религиозной эмансипации, и, как мы говорим, оккупации наземного шара и всего человечества. Уничтожить, взять Бога душу, да, Бога душу взял. И вот они, выращивание вот этих вот энергий, вот это есть, получается, мы просто-напросто своего рода ферма для получения этой энергии. Но пользуются же они и для управления нашими умами. Так, можно еще вопросы задать? Конечно. Вот когда вы говорите, они, вы имеете в виду все-таки инопланетные какие-то существа? Нет. Значит, инопланетные эти существа, о которых редко показывают вот эти вот остатки их или что-то. Вот это все-таки, значит, вот прямо на первой странице Библии, Библии, открываете, и там четыре пункта. Речь идет о трех уровнях жизни на Земле. Вот этот уровень жизни, значит, вот на этих НЛО, уровень жизни, вот, где же мы с вами, и уровень жизни. Но вы сказали, они кто-то, хочет нас... Значит, управляют... Кто они? Вот вопрос просто. Управляют нами. Управляют нами. Вот эти вот, значит, на Земле представители своих. Это вот Ватикан. В ад тикает, камень. Нет, подождите. Значит так, это религия, значит. Да, религия. Вот просто мы уж переводим на русский язык, который понятен... Да, да. Короче, а кто стоит за этим Папой, там, за религией? Что за ним? Значит, Папа – это просто фигура, которая, значит, существует для показа, вот для того, что он есть, но у него он правит. Значит, у него... А кто правит? Кто? Значит, у него правят вот эти 70 кардиналов, которые сидят, значит, сибирио. Ну вот смотрите, 70 кардиналов и Папа – это тоже люди такие же, причем слабые, придурки у нас. Значит, я допускаю то, значит, Марья Аблина, допускаю то, что, значит, существует вот этот центр. Я когда искал, откуда мы пришли сюда, мы пришли с созвездия Ориона. И вот вполне вероятно, что один из космических тел, одно из космических тел, где существует вот этот вот центр. И вот то, что наши, значит, и химики, и физики, и атомщики все работают над, значит, вот этой таблицей Менделеева, часть этих вещей, допустим, Титан там и прочие там, значит, тяжелые... Слушайте, вот можно как-то вас чуть-чуть собрать, вот ваш ум, потому что вы расплываете с мыслью по древу. Это факт, я просто не по древу. Значит, что они даже в сейфах совершенно закрытых, вроде человек нормальный не проникли туда, все исчезает, исчезает и вносится. С другой стороны, разлугалась на звезды, здесь я сестер. Да, 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 да. Вот, и в общем, короче говоря, управление может идти и... Не волнуйтесь, я сделаю, землю не взорву, не дадим. Ну, она же достаток земли, землю взорвать может быть невозможно, но, значит, вот так обещать, конечно, очень опасно. Да нет, это я шум хочу. Вот, так что вот эти три инстанции, они существуют, но самое главное состоит в том, что они без нашей мысли ничего делать не могут. Вот я вам хотел сказать, «Город хорош домами, но слаб умами». Вот. И вот эти вещи, они, значит, проявляются во всем, и в том, что мы, и вы, и все, вот, значит, кругом нас, они страдают одной и той же болезнью. Фанатизм, 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 как его, вот это, зомбирование. Вот эта формула, степень зомбированности человека, она не может быть. И вот, если уж говорить о человеческой мысли, то она должна быть стройна, и она должна быть логична, последовательна, согласны? И не должно вот это вот растекание по гребу быть. Вот вы как бы, вот смотрите, вы так и не отметили толком, и не на вопрос, кто такие они. Потом началось сразу в одну сторону, в другую. Вот давайте мы с вами сейчас структурируемся. Вот я, вот женщина, как вы говорите, короткий он. Короткий. И структурировано. Расскажите вы. Вот, и вы расскажете. Значит, давайте прямо с самого начала опять. Сначала. Значит, данный человек, Иванов, еще раз представьте. Анатолий Григорьевич. Иванов Анатолий Григорьевич. Значит, кто вы, что вы, что у вас за вами? Вы кто? Значит, я закончил педагогическую степь имени Тенни. Педагог, короче. Педагогическую степь имени Тенни, кандидатскую степь имени Тенни. Кандидат. Академик, академик жизни. Академик, академик жизни, которая была создана, ну, это не РАН, а это академия. Да. Хорошо. Вы стали заниматься Библией. Я стал заниматься Библией лишь потому, что... Без того, просто. Вы стали заниматься Библией. Я стал заниматься Библией потому, что я работал по вопросу происхождения жизни. Хорошо. Значит, вы, вот подождите. Посмотрите, сколько мусора. Вы занимались происхождением жизни, и в связи с этим вам пришлось коснуться Библии. Коснувшись ее, вы нечто открыли. Я уже за вас говорю, вот так вы должны говорить, чтобы было понятно всем, потому что это путаницу, никто ничего не услышит. Вот так вот, значит, и занимаясь происхождением жизни, первое, включая туда Библию и все остальное, что самое главное, ключевое, пункт номер один, вы открыли. Субтитры создавал DimaTorzok